Наступательная операция вооруженных сил Украины в Харьковской области продолжается. Сегодня утром 12 сентября представители украинского генштаба заявили, что еще 20 населенных пунктов освобождено в ходе этой операции. И, откровенно говоря, средства массовой информации даже не успевают публиковать новые карты, потому что те, которые они рисуют, уже очень быстро устаревают. Речь идет о том, что, судя по всему, российская армия потерпела самое сокрушительное поражение за все время так называемой спецоперации. Агрессивной войны, которую Россия развязала против Украины 24 февраля. Более того, возможно, это самое большое военное поражение России за все время после Второй мировой войны. Вот так. Не больше и не меньше. Есть ощущение, что в войне происходит перелом, по крайней мере, морально-психологический. Так считает мой собеседник, известный украинский политтехнолог Сергей Гайдей, которого я сейчас приветствую у нас на канале. Кто не знает, это в основном я обращаюсь не к украинским, а к российским зрителям, к тем, кто смотрит наш канал в третьих странах. Сергей Гайдей, политтехнолог со стажем, который работал с украинскими политиками первой величины, включая Ющенко, Тимошенко, Порошенко в прошлые годы. Ну и он является одним из, на мой вкус, самых интересных, самых внимательных наблюдателей за всем, что происходит в Украине и вокруг нее. Сергей, я вас приветствую. Евгений, здравствуйте. Рад вас видеть. Ну так что вы скажете в развитии вот вашего тезиса о переломе, который начался в войне? Ну, я предупреждаю, что я, конечно, не военный эксперт и думаю, что какие-нибудь наши военные эксперты, я с удовольствием смотрю, например, ваше интервью с Олегом Ждановым, могут с военной точки зрения рассказать, что происходит. Хотя сейчас уже вот такая принятая украинским обществом зона молчания, как мы говорили, держали кулачки, которая длилась почти неделю, она закончилась, потому что факты уже очевидны, они сообщены. Масштабы операции, масштабы успеха украинских войск понятны, но мне здесь куда интереснее, ну, вещи другие. Я, как человек, который занимается всегда общественным мнением, социальной психологией, да, мне интересно то, о чем вы сейчас, то, что вы анонсировали. Это же, конечно же, морально-психологический аспект, и как для украинского общества, так и для российского общества. Но я скажу, в том числе это немаловажный аспект для тех, кто конкретно находится с двух сторон на фронте. Знаете, я иногда мечтал о том, чтобы открыли учебное заведение, которого в Украине нет, не знаю, как за рубежом, вопрос не изучал, вот где конкретно готовят политиков. Безусловно, есть всякие псевдокурсы, хорошие, плохие, и, очевидно, в каких-то учебных заведениях есть такие факультеты. Но я мечтал о том, чтобы был, знаете, такой максимально приближенный к реалиям подготовка. И я бы лично взялся бы за разработку, как ни странно, такого предмета, как альтернативная история. Я считаю, что одним из важнейших предметов, который должен учить любой человек, который решил начать политическую карьеру, это история. Почему? Потому что в истории можно найти все модели, которые потом многократно повторяются в дальнейшем, и с которыми этот молодой политик, начинающий, точно встретится. И большинство ошибок многих политиков, причем ошибок фатальных, связаны с тем, что они плохо учили историю, а самое главное, делали из нее неправильные выводы. Ну, мы знаем все такого политика с вами, да, это господин Путин, который является военным преступником и который повторяет все те ошибки, которые различные диктаторы делали до него. Так вот, там бы я бы предлагал слушателям этого курса исправлять ошибки. То есть, когда им рассказывают модель определенную, да, вот что бы они делали, чтобы не попасть в те ситуации, в которые попадали те или иные политические деятели прошлого. Как бы они поступали, зная наперед, что произошло. Так вот, одно из таких стратегических игр, в ходе которых курс проводили, это, например, аналогии. Ну, та война, которую мы более-менее все изучали в школе, в советском прошлом, по-изглавной, называлась Великая Отечественная. Ну, для всего мира она вторая мировая, а сейчас более у нас предметов в Украине говорить советско-германская война. Ну, мы помним, да, 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 даже учитывая все искривления советской историографии, которые сейчас скрываются политиками новой волны, ну, например, там, тем же Марком Солониным, который сегодня находится в Киеве. Тем не менее, мы четко знали, что были очень важные точки перелома. Ну, весь 41-й год немцы наголову разбивали Красную Армию. Это были бесконечные отступления, это называлось даже сегодня катастрофой 41-го года. Подавалось по-разному, рассказывали о тотальном превосходстве немцев в численности, в вооружении, о том, что вся Европа на них работала. Теперь-то мы понимаем, что немцы били... Не соответствует действительности, на самом деле. В начале войны, накануне 22-го июня, это многократно доказано, техническое преимущество по количеству танков, самолетов, артиллерии и так далее и тому подобное было на стороне Красной Армии. Она просто была не готова к оборонительным действиям. Совершенно верно. И три фактора, которые я для себя тогда отмечал, почему же такая катастрофа была у армии, это, безусловно, отсутствие военного опыта. Немцы вступали в войну, уже имея успешные операции против Франции и Британии и против Польши. У Красной Армии таких успешных операций не было. Но против Польши немножко повоевали все-таки. Ну, это был, скорее всего, такой освободительный поход. Тот, который и сейчас... Извините, освободительный поход, это, знаете, термин советской пропаганды. Знаете, я же в кавычках говорю, более того, они как раз на подобный поход рассчитывали и сегодня, россияне. Что будет вот такой, где-то будут очаги сопротивления, они возьмут много пленных, военно-пленных и так далее. Ну, и легко, и займут, по крайней мере, всю левобережную Украину. Но второй фактор – это военное искусство. Это очень важно. У немцев было военное искусство, а у них была теория Блицкрига. Это танковые прорывы, выход на оперативный простор, окружение и очень быстрое продвижение их войск, которые деморализуют противника. Ну, и третье, кстати, для меня это было страшным открытием, это у Красной Армии не было мотивации. То есть, как оказалось, массово призывник советский в Красной Армии воевать не хотел, он хотел сберечь свою жизнь. Потому такой феномен сдачи миллионов людей в плен. Вот. И вот это все надо было учить господину Путину и российским военачальникам, потому что, в общем-то, это очень похоже. Но я о другом. На самом деле, во время войны происходило три мощнейших переломы. И эти переломы как раз и можно было называть Великой Отечественной, я имею в виду, социально-психологическими, такими морально-психологическими переломами. До зимы 41-го года у советского солдата и у советских военачальников было внутреннее стойкое убеждение, что немцев победить нельзя, потому что ни разу немцы не смогли победить. Они разбивали превосходящие силы. Они легко расправлялись с огромными массами советских военных. И вот когда в 41-м году все-таки немцев удалось откинуть от Москвы, если я не ошибаюсь, на 150 километров. Вот этот период... Начало декабря 1941 года. Контрнаступление под Москвой. Советский солдат и советский военачальник понял, можно бить. То есть немцы не являются непобедимой силой. Но самое главное, немцы так не считали. Немцы проанализировали, сказали, да, это наша неудача, просчеты генштаба, растянули тылы, затянули со временем, потому что рассчитывали взять Москву еще в теплое время года. Помешала погода. Мы сейчас перезимуем и начнем заново бить Красную Армию. Более того, все попытки тогда выполнить приказ Сталина и гнать немцев дальше для советской армии заканчивались катастрофой. Всем известный и скрываемый Ржех. То есть немцы стали в оборону. Они умели как нападать, так и обороняться. И, в общем-то, очень сильно потрепали Красную Армию. Второй морально-психологический перелом был важнее. Это, конечно, был Сталинград. Что произошло? Подождите секундочку. Вы торопитесь. Знаете, что еще было? Была попытка наступления под Харьковым, которая обернулась катастрофой. Причем многие военные эксперты усматривают в развитии событий тогда, в 1942 году, очень много схожего с развитием событий сейчас под Харьковым. Да, у немцев была успешная операция в районе Изюма и Купянской. Почти очень похожая на самом деле на то, что сейчас сделали в СУ. Но я ни в коем случае не хочу немцев сравнивать с украинцами, потому что украинцы додаваевали ровно против Вермахта в составе Красной Армии. Но 1942 год показал, что немцы по-прежнему сильные. И немцы были уверены, что они разобьют Красную Армию, потому что весь 1942 год, особенно летом, на юге, в степях, в ростовских степях немцы дошли до Кавказа. И, в общем-то, считали, что клевое дело перейти за Волгу и уже там, вырвавшись на оперативный простор, окончательно разбить Советский Союз. Но зимой 1942 года, мы помним, да, все закончилось для них катастрофой. Это был Сталинград. И вот в Сталинграде произошел второй морально-психологический перелом теперь уже не для советских военачальников, которые уже практически начинали осваивать военную науку примерно на уровне немецкого генштаба. А для немцев они поняли, что советская армия другая, Красная Армия другая. Она теперь дерется, но если не лучше, то, по крайней мере, на их уровне. И даже попытки, если не ошибаюсь, Манштейна спасти Паулюса не закончились ничем. И сказать, что Сталинградская операция была новой случайностью, новыми морозами нельзя было. Это была уже операция армии другого качества, которым немцам приходилось бояться. Ну, третий... Там было, собственно говоря, два этапа. Сначала контрнаступление в ноябре 1942 года. Возник котел, в котором оказалась армия Паулюса. И затем были упорные бои, попытки Манштейна прорваться. И в конце концов, дальше уже был второй этап, по сути дела, уничтожения этой самой окруженной группировки. Бегство немецкой армии с Прикавказья, а с Тая-Ростова, потому что возникла еще более сильная катастрофа, которая могла случиться. Практически чуть ли не половина немецких сил могло быть заперто в окружении между Черным морем и Сталинградом. Немцам удалось отвезти свои войска. И последний, наверное, этап, который был важен, это последняя попытка немцев все-таки доказать свое превосходство, которая неудачей закончилась на Курской дуге. И с этого момента они только отступали и только были в обороне. А советская армия, к тому времени уже ставшая советской, к 43-му году, только наступала. Только проводила наступательные операции, окружала, брала в котлы немцев, проводила довольно успешные операции. И немцы уже ничего не могли сделать, зафиксировав, что теперь превосходство на стороне Красной армии. Если эти аналогии переводить на нынешний этап войны с путинским режимом, который развивается в Украине. Прежде всего, где наша Москва? Наша Москва случилась, как ни странно, вот такая, под Киевом. Я вам немножко тоже скажу эскрус. Дело вот в чем. Дело в том, что украинское сообщество, украинский народ, украинские элиты, псевдоэлиты, не знаю, мы там не очень любим своих порой политиков называть элитами, но тем не менее, в начале своей независимости вообще считали, ну, очень, то есть, морально-психологическое состояние наше было другое. Во-первых, первое, мы действительно относились в своем большинстве к российскому государству, как к стране, союзнику, дружественному, более того, чуть ли не гаранту нашей безопасности. Знаете, когда в 2014 году начались боевые действия, у меня в офисе висела карта, до сих пор сохраненная, где знающие ребята стали прикидывать, а где же сейчас находятся оставшиеся украинские части, которые надо было бы подтягивать туда, на Донецк, Донбасс, и оказалось, что все они в западных регионах находятся. То есть, с востока у нас частей не находилось, что было логично. Это были остатки Советского Союза. Мы традиционно считали, что у нас враг на западе, на востоке у нас никаких врагов нет. Ну и второе, это не просто была дружественная страна, а такой старший брат. Старший брат, против которого воевать нельзя, потому что он сильнее, непобедимый. Более того, ему пришлось отдать ядерное оружие наше. И я, кстати, с одной стороны понимаю тех специалистов, которые говорят, что не стоило этого делать. А с другой стороны, я понимаю, что в тот момент даже наличие ядерных ракет на нашей территории, мы, украинские руководства, украинский бенштаб, ими просто не управлял. Это сложнейший процесс. Средства управления все равно находились в Москве, поэтому, условно говоря, их отдали в обмен, так называемый, Будапештский договор. Но морально-психологически, как мы себе представляли Россию, старший брат, ну порою, иногда делающий не очень хорошие поступки, иногда, знаете, вот как в семье. Младший брат все время дерется со старшим, но прекрасно понимает его верховенство, его силу, и когда нужно, еще идет под его защиту. С приходом Путина это стало меняться. Мы вдруг стали понимать, что это не старший брат, а это какой-то, условно говоря, ну в общем-то, в 2014 году мы окончательно поняли, что с той стороны враги. Враги, которые готовы забирать у нас территорию, враги, которые готовы стрелять по нам. Я помню морально-психологически шок, когда стало понятно, что по нашим ребятам, которые пытались справиться с сепаратистами, наемниками, Гиркиными и прочими, кто был заброшен тогда на Донбасс, бьют реальные грады с Ростовской области, которые подкатили к нашей границе, бьют по нашим войскам. Это было таким шоком. Трудно было это себе представить. Но в ходе той войны мы окончательно стали врагами, но у нас создалось впечатление, что это очень сильный враг, с ним нельзя воевать. У него настоящая огромная армия, у него много вооружения, у него есть боевой опыт. К тому времени это была и война в Грузии, и в общем-то война в Чечне. А у нас вообще ничего нет, у нас даже армии нет. Нам приходилось применять первые добровольческие соединения, часть из них ходила с Майдана, часть просто образовывалась. Например, я хорошо знаю историю в Днепре, когда там образовался Днепр-1, Днепр-2, и в общем-то и батальон Донбасса в Днепре образовался. Это добровольческие батальоны. Знаете, это ребята в камуфляже и в кедах. И порой без оружия, потому что первое оружие, тот же Донбасс, просто напали ночью на блокпосты в Донбассе. Днепр-2 граничит более того с Донбассом, более того часть ее тоже является Донбассом. Это вот район, если не ошибаюсь, Павлограда, это Донбасс. Вот, чтобы взять оружие. Но события под Иловайском показали, что как только русские вводят свои войска, а под Иловайск туда впервые ввели русские регулярные части, мы терпим поражение. То есть это враги, но непобедимые враги, с которыми лучше идти, скрепя сердцем, на какое-то там, извините меня, перемирие. Но если они начнут по-настоящему воевать, Украина просто не выдержит этой войны. Вот такое было состояние. Более того, это состояние было у политиков. Петр Алексеевич Порошенко шел на Минск-1, на Минск-2, именно исходя из этой позиции. Что надо любыми средствами договариваться. Принимая даже такие позиции, которые в украинском обществе назвали капитуляцией. То есть особый статус Донбасса, отведение войск, изменения в Конституции и прочее, прочее. То всего, чего хотел Путин. Ну, все это не было реализовано, согласитесь. Общество просто не хотело. Особенно радикально настроенное после жертв. Но понимало, что... Ну, многие оправдывали Петра Алексеевича немало, что... Ну, а что ему было делать? Иначе бы они до Киева дошли. Хотя уже в тот момент, это, по-моему, год 15-й, я общался с нашими военными. У меня есть знакомый офицер артиллерийской разведки, который говорил, что он считал, что под Дебальцем мы впервые могли дать серьезный опор. И что только позиция политического руководства, в общем-то, ну, он почти считал, что сдавали. Что Петр Алексеевич хотел, это его версия сразу говорю, хотел, чтобы было окружение. И чтобы в очередной раз украинский народ понял, что с русскими нельзя воевать, надо подписывать минские соглашения. Ну, тезис ваш понятен. Так что же случилось в начале этой войны? Вот, полномасштабной войны, которая началась 24 февраля. Да, следующее. Ну, во-первых, очень важный момент. То, что мы считали уже русских врагов, привело к интересному эффекту. Операция для киевлян начиналась захватом Гастомельского аэропорта. Это аэропорт завода Антонова. Но он огромен, он способен принять самые большие самолеты в мире. Там, извините, это был аэропорт самолета Мрия, Ан-225, если не ошибаюсь. Вот. И когда на аэропорте появилось более 30 американских, как можно сказать, российских вертолетов, там оставалось одно подразделение, не помню, чуть ли не взвод, нацгвардии. Нацгвардия – это как внутренние войска у нас. Но умеющие воевать на фронте, кстати, из-за 2014 года. То… и это даже был взвод обеспечения. Почему? Потому что армия-то ждала наступления со стороны Донбасса. Основные боевые и боеспособные части находились на линии разбойничения, так называемой. То я видел интервью у парня, который первый выстрелил по вертолету. Он говорит, я вижу вертолет, я вижу, что это КАП-52. Это не может быть наш вертолет, это российский вертолет летит здесь. У них была еще, мне кажется, советская, знаете, переносной комплекс «Игла». Это такой аналог «Стингера», но похуже. Он выстрелил по нему, самолет загорелся. Он говорит, черт, а говорили, что КАП-52 – несбиваемый вертолет. И этот взвод стал драться. На тот момент потом к ним подошли уже части ВСУ и защищали аэропорт. Но десант был весь разгромлен, поэтому самолеты, которые должны были сесть с русским десантом, около 2000 человек, развернулись. И этот десант вынужден был потом к вечеру туда, в Гастоме, лети со стороны Белоруссии через Чернобыльские леса. Но состояние, что это враги, позволило без приказа открывать то, чего так не хватало в Крыму. Помните, да? Все понимали, что это русский спецназ, зеленые человечки. Но по-русски нельзя стрелять, это же братья. Как-то непривычно. Здесь все, начали стрелять. А начав стрелять, обнаружили колоссальную небоеготовность русских войск к войне. То есть у нас исчезло с первых дней войны ощущение непобедимости русского оружия. И возникла готовность воевать. Это наша Москва была. И более того, когда удалось откинуть их от Киева, когда они, потерпев попытки взятия Киева, многомесячные вынуждены были отводить войска, вот это окончательно закрепило, а воевать русские особо не умеют. Боеготовность и сила русского оружия – это такой для украинцев оказался миф, и мы в нем убедились. Дальше был долгий период так называемых позиционных боев, но под Изюмом неделю назад случился наш и их Сталинград. То есть мы-то давно знали, что русских можно бить, брать в плен, поджигать их технику, и готовность воевать у нас была высокая. Но русское общество, русская армия верила в свою непобедимость, и русское военачальство. Надо только поднажать, надо только бросить резервы, надо только больше боеприпасов, надо только еще раз нанести ракетный удар. То та операция, которая молниеносно заставила русскую группировку в 10 тысяч человек, скопленную в Изюмель, бежать, это был реальный бег, количество оставленной техники, количество убитых солдат, их неспособность держать тылы и сопротивляться, в общем-то, было удивлением даже для украинских военных. Я со многими с ними созванивался, они говорят, ну мы там рассчитывали за неделю взять Шевченкова, чтобы потом развивать в сторону Купянска. Но то, что мы с такой скоростью двигались, не встречая сопротивления, в основном видя, как русские бросают технику. Вернусь к 41-му году, у Марка Солонина я прочитал о том, что немецкие войска, видя бегство Красной Армии в 41-м году, были очень удивлены. Они обнаруживали огромное количество советских танков с полным боекомплектом и даже с соляркой порой стоящей, без экипажей. Но очень мало обнаруживали автотранспорт. Понимаете, почему? Потому что на автотранспорте ретировались. Да, потому что садились в автотранспорт и быстро ехали на восток те, кто не сдавался. Вот очень похожая картина говорит. Стоит техника, а просто на технике уходить сложно. Она едет медленнее, она может сломаться, остановиться. Русские солдаты в изюмском котле хватали и конфисковывали все, что могло двигаться быстрее, что-то типа легковушек, и в том числе у гражданских. И улепетывали по проселочным дорогам, которые не успели перекрыть украинские солдаты за речку Остер, по-моему, да? Оскол. Оскол, да, Оскол. За речку Оскол подальше. Вот, поэтому сейчас мы пронаблюдаем наш Сталинград. То есть теперь не только украинские солдаты готовы бить врага и не считают, что у русских превосходство есть, а сегодня русские понимают, что украинцы будут их бить, что украинская армия способна наносить им, господи, на русском забыл, нащевные, разительные, да? Разительные поражения. Сокрушительные. Да, сокрушительные поражения. И это по факту видно. Более того, как бы там Путин и официальная пропаганда не делала вид, что это все было запланировано, это есть и в российском обществе, потому что даже пропутинские, как говорит одна моя питерская знакомая, зигованные, наши зазигованные, вот они, в общем, обсуждают, что это катастрофа, что к украинцам нельзя больше относиться снисходительно, что разговоры 2-3 дня мы их сломим, да кто там сопротивляется, да раз-два непобедимая сила оружия, вот так нельзя, надо уже воевать по-настоящему. Другое дело, есть ли силы. И, конечно, остается базовый вопрос. Когда наступит Курская дуга? С какого момента будет понятно, что ресурсовые силы у российской армии больше для никакого наступления, ни для каких побед даже локальных нет? Где, когда это произойдет, остается загадкой, никто не знает, в том числе я. Не могу сказать. Может быть, это взятие Херсона? Может быть, это какой-то удар, как ни странно, на Мелитополь и Бердянск, который рассечет сухопутный коридор надвое. Не знаю. Сейчас говорят уже о том, что в случае, если украинским вооруженным силам удастся создать плацдарм в районе города Лиман, то вполне вероятно контрнаступление в северной части Донбасса. Говорят и о хвате Донецка, потому что наши войска стоят до сих пор на окраине. Это отдельный разговор. Я хочу все откладываю и написать большое свое понимание про так называемые укрепрайоны. Играют они, не играют. Дело в том, что эта война очень удивительная. В этой войне есть элементы не только сейчас нами обсуждаемые в этом эфире Второй мировой. В этой есть элементы и Первой мировой, окопная и артиллерийская война, но есть элементы, и, конечно же, суперсовременной войны, беспилотники, действия в стиле сети-центричной армии, так называемой, когда небольшие подразделения действуют по своей инициативе, но, тем не менее, в генеральном штабе их видят, знают, и вся информация от них поступается, их снабжают. Ну, кстати говоря, если вспоминать 1941 год и успехи германского оружия на Восточном фронте, они были в значительной степени это вам военные историки подтвердят, это как бы я сейчас не от себя тяну какую-то несу, а об этом много уже и писалось, и говорилось, что в значительной степени эти успехи зависели от того, что у полевых командиров, что называется, была возможность принимать самостоятельные решения относительно стремительных боевых действий на том или ином участке фронтов. Я могу вам подтвердить, что на самом деле это прусская школа, войсковая, которая у немцев была, причем все думают, что прусская школа это школа муштры и строгой дисциплины. Да, безусловно, там это есть, но она удивительно совмещалась с отдачкой инициативы командирам на поле боя. Более того, приводят пример, я забыл, как по-немецки называется этот принцип, приводили пример, когда один из генералов распекал командира уровня полковника, сейчас я вот так примерно говорю, за то, что он выполнил приказ, его приказ, который в итоге привел к неудаче. Он говорил, вам император дал право, возведя вас в полковники, не выполнить мой приказ, если вы понимали, что он неправильный. Это был очень важный принцип. Поэтому, да, вот сейчас мы это все видим. И я вам скажу еще один миф, который, может быть, будет слушать и, скажем так, вызовет дискуссии среди украинской публики. Считалось и говорилось, что, да, мотивация украинских солдат значительно выше, чем у россиян. Да, у нас есть боевой опыт, готовность драться, но у нас нет оружия. Такого количества оружия, как у русских. И поэтому мы все время ожидали, ждали и до сих пор ждем, что наши западные союзники нас по ленд-лизу очень сильно насытят этим оружием. И вот, когда нас насытит оружием, тогда мы будем готовы к серьезным наступлениям. Да, безусловно. Оружие играет очень много. И вот, например, вот эта война, это война хаймерсов, хаймерсов, да? Хаймерсов, да. Да, потому что различных систем ракетного залпового огня, которые очень быстро разворачиваются, быстро сворачиваются и очень точно стреляют. Прилетают очень точно. То есть, грубо говоря, это война, где GPS стал очень важным элементом вооружения, потому что именно эти ракеты ориентируются по GPS-координатам, они прилетают практически в метр, в метр. И, безусловно, их применение нескольких десятков практически сломал логистику на тысячекилометровом фронте. Они быстро перемещаются и так далее. Но вспоминая финскую войну, когда у финнов, у войск Маннергейма не было ни такого количества техники, ни авиации и даже артиллерии, тем не менее довольно долго финны наносили колоссальное поражение Красной Армии, используя местность и используя собственную маневренность. В Красной Армии побеждали летучие отряды лыжников, которые появлялись в тылу колонн Красной Армии, вонили панику, расстреливали финские снайперы и так далее. Маневренность. И вот это наступление еще раз показало, что можно не обладать такой техникой, хотя, честно говоря, там украинское командование скопило достаточное количество необходимой техники, в основном для мобильного передвижения. Там впервые увидели мы как выглядит бронетранспортеры, которые нам поставил Австралия, и американские бронетранспортеры, которые даже не успели перекрасить после, вот знаете, пустынные такие, ощущение, что это сбуде из пустыни их туда пригнали. Вот, но тем не менее именно маневренность, инициативность и скорость принятия решения были ключевыми. Но, то есть, что это говорит, маневренные, инициативные войска могут побеждать даже войска, которые превышают их в количестве техники, этих численностей. И это показало изюм. Я думаю, что, чтобы вот так как-то подвести итоги, это не только военная победа, это перестройка украинского общества, украинской армии и украинского самого главного политика и командования в, скажем так, в понимание, что теперь мы умеем наступать. Потому что до этого были сомнения. Я читал того же Стрелкова и есть куда более, ну, понятно, сейчас мы все читаем Стрелкова, этого военного преступника, но есть человек, который более компетентен, советую читать. Это господин Ходоковский, коллаборант, бывший СБУшник до 14-го года в Донецке или в Луганске, не помню. И он по-настоящему принимает участие в войне и разбирается. И вот он, я читал его пост, его то ли статью, то ли колонку, не помню, в каком варианте. Он говорит, что украинцы до недавнего времени не обладали технологиями наступления. С 14-го года они только оборонялись. И научились это делать неплохо, в том числе построив хорошую линию обороны по линии разграничения. Наступать они не умеют, потому что оборона в 10 раз проще. Ты закапываешься, ты строишь укрепление, и ты бьешь по врагу, который открыт, который идет на тебя, на пуле, и который гибнет в 4 раза, больше несет потерь. А наступление, извините меня, его надо спланировать, его надо продумать, это надо обладать мозгами стратега, а самое главное, его надо логистически подготовить, потому что, чтобы не нести колоссальных потерь, и не просто пустить солдат на оборону противника, надо продумать, найти его слабые места, надо, чтобы работала разведка, надо, чтобы вовремя подходили свежие силы, происходила ротация. То есть, это огромная логистическая задача. И вот смотрите, многие даже наши военные, все тот же мой друг-аналитик, который, скажем так, не буду его называть, но разведчик артиллерийский говорил, к сожалению, в украинской армии, в высшем и среднем руководстве этой школы нет, школы наступления нет, оборону легко освоить на поле боя. И вот мы впервые увидели, что она появляется. Она появляется. Она не просто появляется, смотрите, цифры говорят сами за себя. Украинские войска сейчас продвинулись на значительно большее расстояние за несколько дней, чем, скажем, на востоке удалось продвинуться в ходе пресловутого этого генерального наступления российской армии на Донбассе. Они продвинулись там в несколько раз меньше. Та территория, которая сейчас освобождена, она, по-моему, вдвое превосходит ту территорию, которую удалось захватить вот в ходе этого опять-таки наступления, которое началось в конце апреля, в начале мая. И вот вы же знаете, как появляется школа. Школа – это осмысленный, продализированный опыт. Теперь у наших военачальников, солдат и командиров есть такой опыт. Это опыт изюмской операции. Значит, надо готовиться к следующему, безусловно, без головокружения от успехов, я надеюсь, его нету, продумывать, анализировать, ну и, конечно, в помощь, вот это самое морально-психологическое состояние наше общество. Самое главное слом в российской армии. Он там давно назревал, они давно видели, что украинцы воевать умеют, что это серьезный противник, но они никогда не видели, как украинцы наступают по-настоящему. Даже вот мой друг сказал, что ошибкой нашей было, что мы выпустили русских из-под Киева. Им удалось организованно отойти, увезти всю технику боеприпасов, и мы получили их на востоке. По идее, их надо было запереть и разбить окончательно. Но тогда еще такого опыта не было и возможностей не было. А теперь мы увидели настоящее детство. Им пришлось бросить склады, боеприпасы, технику и все, что возможно. И уже не говоря про раненых и убитых. Вот, поэтому вот выступили мы с вами сейчас такими аналитиками военными, но я думаю, что вот тот аспект, который меня конкретно как специалиста волнует, морально-психологическое состояние, ну и мы видим изменения в российском обществе. Смотрите, как вот, там вот три есть слоя. Слой первый это, собственно, Путина, его окружение и генштаб. Ну, они в, извините меня, долгое время находились в состоянии коловса такого, они ничего не говорили. А дальше придумали объяснение, которое не принято было не только там, Украина смеялась, а не принято было остальным российским обществом. Российское общество теперь не верит никаким сводкам. Вы имеете ввиду версию про то, что это было не отступление, не бегство, а стремительная перегруппировка с целью переброски войск и резервов на восточное направление. Их верные, это второй слой, их верные пропагандоны не принимают эту версию. У них возникают вопросы, а как же мы бросили наших коллаборантов, вот тех, кто нас поддержал, как же так можно было? На всех машин не хватило, пришлось у коллаборантов отбирать тачки, и на этих тачках стремительно улепетывать в сторону России. А коллаборанты в случае чего пешком доберутся? Евгений Алексеевич, видели, что эту версию официальную поддержал только украинский предатель Киева? Не видели этот замечательный сюжет, как он рассказывает? Видел, видел. Это вот уржачка. Это такая уржачка, что специально не придумаешь. Но даже их топ-пропагандисты, они в замешательстве, они придумывают, юлят. И версии куда больше, но чего стоит госпожа Симоньян, которая готова уже запеть по-украински. Это очень смешно. А зато вой, неприятие, паника и то, что я говорил на нижнем слое. Это разные паблики, блогеры, которые ближе к действию, которые более самостоятельные. Там уже они все как стрелков. Да, все в версии стрелковых о том, что просрали, извините меня за мой французский, о том, что это предательство, это надо судить, недовольство Путиным, возмущение открытием колеса в Москве, которое сломалось. Ну да, вот эти торжества по случаю Дня города или по случаю Единого дня голосования, уж не знаю, в честь чего все эти фейерверки, салюты были над Москвой, но возникает ощущение полной неадекватности. Я, например, сразу вспомнил Хадынку, да, вот сравнивают то, что случилось сейчас под Харьковом с сухопутной Цусимой, а некоторые вспоминают это падение Севастополя во времена той Крымской войны 1853-1856 годов, которая, в общем, привела к тому, что государь-император Николай I в Бозе почил, по одной из версий, по сути, покончил жизнь самоубийством, в лютый мороз без шинели, выехав на смотр каких-то там гвардейских частей, после чего гарантированно подхватил смертельное по тем временам воспаление легких, да, ну, а дальше пришлось проводить реформы, отменять крепостное право и армию, кстати, реформировать, но, тем не менее, вот я еще вспоминаю историю с Хадымкой. Сегодня возмущены Путиным, Шойгу и высшим военным руководством именно сторонники Путина, сторонники войны и даже, не помню, вот я там есть еще помню, Симонян, Соловьев, ваш неоднофамилец и прочее, то этого парня я не помню. Даже не мой однофамилец. Даже вас не ваш однофамилец, но там есть еще Скобеев, Попов, сладкая парочка, там, ну, всех не упомяешь. Еще там есть один, который ведро с дерьмом носил где-то в эфире, так вот он написал, что я не могу понять салюта, но вот хоть салют не надо было проводить, блин, хоть салют не надо было проводить, когда наши парни там гибнут и тысячи, тысячи беженцев бегут под нашу защиту, моля, это Артем Шейнин некто. Ветеран Афганистана, между прочим. Ага, вот так, ну понятно. В прошлом будем знать. Вот это, вот события на фронте привели именно к этому, и этот фактор не менее важен, чем конкретные военные победы ВСУ на Подозюмах. Хорошо, а вот как вы думаете, о чем говорит потрясающее сегодняшнее заявление бывшего президента, точнее бывшего местоблюстителя президентского кресла Дмитрия Медведева о том, что только тотальная капитуляция на условиях России. Нынешние ультиматумы, я просто пытаюсь процитировать, это просто детские забавы по сравнению с теми, которые грядут в будущем. Ну, мне вообще кажется, что господин Медведев, он психически ненормальный сейчас, говорят, на почве алкоголизма, но точно не знаю, с господином Медведевым не общаюсь, чтобы выяснить, но это просто от паники, от злости, от попытки, условно говоря, как-то, ну, мне кажется, он вообще в ситуации максимальной демонстрации своей лояльности к человеку, который дал ему посторожить президентское кресло, и поэтому он такой, знаете, о, я понял, мне только что пришла мысль, в старые времена средневековья Медведев был на должности придворного шута. Знаете, зачем существовал шут? Шут существовал издеваться над неугодными королю придворными, над которыми самому королю, ну, как бы, издеваться было не Камильфо, это раз, а порою он мог даже правду какую-то сказать, и так далее, так вот, он пытается играть роль шута, но плохо получается, потому что настоящий шут. У пресс-секретаря президента России Пескова это получается лучше, даже сам Путин как-то признал, что смотрю иногда его по телевизору и думаю, господи, боже мой, чего он там несет, кто его поручил это говорить? Стал претендовать человек, на которого я когда-то работал, представьте себе, вот вы там назвали, что я работал с первыми лицами украинской политики, но до этого я успел совершенно молодым, неопытным стажером работать на российские компании, эта компания, и одна из самых заметных компаний, дольше всех я работал с СПС, союз правых сил, лично общался с Хакамадой, видел Немцова, но и среди них был еще господин Кириенко, мне кажется, он тоже сейчас опускается до уровня вот такого шута, вот, и они все трое между собой конкурируют, кто из них лучший и более эффективный шут. Ну вот, кстати, вы знаете, мы о чем еще не сказали, мы не сказали о том, что в ответ Россия нанесла вчера вечером 11 числа удары по объектам жизненно важной гражданской инфраструктуры, что вызвало обесточивание сразу нескольких областей, полностью, некоторых полностью, некоторых частично, и это, конечно, вызвало гневную реакцию со стороны и президента Украины, и со стороны других и политиков, и общественных деятелей, но вот с точки зрения морально-психологической готово ли украинское общество к тому, что может вот такая вот волна террора? Да, Евгений Алексеевич, готово, более того, нас россияне к этому готовили полгода. Это не первый удар. Удары наносятся регулярно. Вот, мы помним Винницу, когда в центр города прилетела, прилетала и в Киев. В том числе в центральные районы. В центральные районы. Прилетало много господи, Чаплина, если не ошибаюсь, когда попали вообще в железнодорожную станцию. Поэтому украинцы готовы, мы переходим в состояние израильника. Винница, Краматор, Вашей почти родной Одессе. Сколько раз по Одесской области прилетала? Я на прошлой неделе привез в Днепр пикап для бойцов 95-й, которые ушли потом под Харьков. Привез с большим гуманитаркой, отдал им и ночевал в центре Днепра. Меня разбудило взрывы прямо чуть ли не над отелем в центре. Но тогда, слава Богу, все четыре ракеты крылатые ПВО сбило. Я вам примерно так скажу. Сегодня в Украине одно из лучших ПВО. Это я вам говорю как сержант войск ПВО Советского Союза. И я вам скажу, что я сейчас читал хороший анализ про ПВО. Практически, если вы замечаете, в этой войне не участвует авиация с двух сторон. Украинская не участвует, потому что у нас просто ее мало. Хотя ее не разбили как сообщал господин Коношенков, но она не играет большой роли. Она, скорее всего, такой морально-психологический фактор играет, что у нас она есть и есть летчики, которые до сих пор делают боевые вылеты. Но ведь и огромная, тренированная, большая авиация России к нам больше не летает, потому что с высокой вероятностью она будет сбита и сбитых самолетов и российских летчиков, погибших и взятых в плен здесь очень много, поэтому она в основном там находится в районе фронта и то стреляет так называемым неприцельным кабрированием, если знаете этот термин. То есть пикирование невозможно, потому что на высоте большой их достают стратегические ПВО, это комплексы С-300 и 125-е так называемые, меньшей дальности, а как только они начинают летать на малых высотах, это цели для стингеров и так далее. Поэтому я начинал свой рассказ о том, как начали сбивать. Первые жертвы россияне в этой войне понесли на сбитых вертолетах, которые прилетели к Киеву. Ну да, потом стали сбивать самолеты и, по-моему, где-то с конца весны и начала лета отбили охоту украинские зенитчики у российской авиации. Я вам скажу, что свободно летать на всей территории Украины, как они пытались в самом начале. Эффективность ПВО. Я думаю, что наше ФОО сегодня эффективнее любого натовского. Ну, начнем с того, что НАТО и Запад не развивал ПВО. ПВО-системы. Они у них есть, но я вам скажу, технические советские системы были чуть ли не лучше. По простой причине. НАТО делало ставку на авиацию, на мощь авиации. А Советский Союз, понимая, что он не сможет технологически догнать НАТО в авиации, он развивал ПВО-системы как противовес. И вот эти системы есть сегодня и у России, и у Украины. Эти системы есть. Мы еще добавили... Ну, слушайте, вообще-то НАТО, Соединенные Штаты, другие западные страны в полномасштабной войне не участвовали с 2003 года. Вот когда была война в Ираке, когда в результате был смещен режим Саддама Хусейна, вот эта операция «Лис в пустыне», по-моему, она называлась, это был последний случай, когда вооруженные силы стран Запада участвовали в крупномасштабной войне. Потому что то, что происходило в Сирии, это уже совершенно другая история. То, что происходило в Афганистане, это особая войсковая операция, которая, как мы знаем, закончилась ничем, но это была попытка подавить партизанское движение в Афганистане. И, смотрите, я закончу. Для ПВО важно иметь не только подходящую технику, но и тренированный персонал. В советское время мы тренировались в лучшем случае раз в году на полигоне. Сегодня украинские ПВОшники, они каждый день тренируются. И причем в реальных боевых условиях. Это не модель, которая летит над полигоном, это реальные боевые ракеты, которые им приходится сбивать почти каждую ночь. Поэтому мы будем иметь одно из самых мощных ПВО именно благодаря персоналу, очень подготовленному и очень тренированному, который умеет пользоваться как и бывшими советскими системами, так, в принципе, и теперь поступающими и западными образцами техники ПВО. Ну что ж, Сергей, я вас благодарю за ваши комментарии, за ваши ответы. Наверное, нам надо ставить точку, хотя бы потому, что вполне вероятно уже буквально там в течение суток или двух ситуация может так существенно поменяться на фронте, что все наши разговоры с вами окажутся чуточку прокисшими, как говорится. Но мы будем надеяться, что успехи будут новые, что наступление будет развиваться, и что до Курской дуги образца 2022 года жить осталось недолго. Я тоже надеюсь. Спасибо вам за эфир. Ну что ж, я еще раз только напомню, что на этот раз гостем нашего канала был известный украинский политтехнолог Сергей Гайдай. А я в заключение только хочу попросить всех вас, если вам понравилось, и даже если вам не понравилось, все равно ставьте лайки, пишите, если не понравилось, гневные комментарии, задавайте язвительные вопросы. Это поможет нам продвигать наш канал в Ютубе все дальше и дальше, все выше и выше. Всех благ и до новых встреч на канале, который носит мое имя Евгения Киселева. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому